В Конаковском районе запустили новую модель пассажирских перевозок. Всего в муниципалитете начало функционировать 34 маршрута, 11 городских и 23 пригородных. О работе транспорта Верхневолжья расскажет Наталья Чекет. За моей спиной находятся те самые синие автобусы, которым уже привыкли многие жители Твери и других районов области. А теперь они будут работать и в Конаковском районе, обслуживая 34 маршрута, которые выбирали по желанию жителей. Впервые в Тверской области на дорогах Конаковского района будут курсировать современные низкопольные автобусы малого класса «Газель-Сити». Машины отличаются высоким и просторным салоном. Для безопасности пассажиров в микроавтобусах предусмотрена система обеззараживания воздуха и дезинфектор, USB-зарядки, информационное табло, дополнительные отопители и кондиционеры. 20 машин уже используются в Москве и Московской области. По сути, мы вторые, кто использует данную модель. Данная машина вмещает в себя 22 посадочных места, плюс это низкопольный автобус. Это первый малый класс низкопольного автобуса, который также маломобильные группы населения могут им пользоваться, плюс достаточно большая вместимость. Еще одно нововведение только теперь уже для водителей. Они будут проходить осмотр перед рейсом на автоматизированном терминале. Система измеряет артериальное давление, температуру, пульс, а также наличие алкогольных паров. Как рассказывает специалист, обмануть машину практически невозможно. Машина все фиксирует. Идет видеофиксация, фотофиксация. Если у человека повышено артериальное давление, то это видно и обмануть уже не получится. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, в прямом эфире телеканала «Россия-24», все опции и сервисные функции, которые есть в Оржеве и Кимрах, сохранены также в Конаковском районе. Также будет работать и приложение для отслеживания общественного транспорта. Андрей Воронцов – водитель с многолетним стажем. Один из 68 водителей, которые теперь будут работать на автобусах транспорта Верхней Волжи. Мужчина рассказал о своих впечатлениях о новом транспорте. Автобус достался мне ПАС, госномер АМ-093. Автобус более-менее комфортабельный, скажем так, по сравнению с тем, что ходило в нашем городе. Ну, в принципе, все устраивает пока. Жители очень все довольны, как бы благодарят, все говорят спасибо. Обслуживание населения Конаковского района будет осуществляться по регулируемым тарифам с обязательным предоставлением льготного проезда. А на очереди появление транспорта Верхней Волжи в Торжке и Торжокском районе.